Конкурс «Молодые профессионалы по море» впервые проходил по стандартам WorldSkills Russia. Эти состязания с каждым сезоном все популярнее во всем мире. Больше 70 регионов России вовлечены в чемпионат студентов профтеха. Схема как в спорте. Сначала районный этап, потом областной, отборно-федеральный, а дальше Европа и чемпионат мира. На каждой ступени задания все серьезнее, а ставки все выше. К региональному этапу Архангельская область подготовилась основательно. Закупила самое современное оборудование и материалы. Представители национальной лиги старания оценили. Если из 10, то 9 с плюсом. Молодцы. Я очень рада, что регион, действительно, по многим регионам я проезжаю. Это один из регионов, которые подготовились очень хорошо. Региональный этап чемпионата проходил по пяти направлениям. Электромонтаж, парикмахерское искусство, малярные и декоративные работы, преподаватели начальных классов и плотницкое дело. Конкурсанты перед стартом поделились. На оборудовании работать будет одно удовольствие. Очень классные станки. Мы на них уже поработали, потренировались с ребятами. Все получается? Да, все очень хорошо получается. А это стандартные станки? Это стандартные станки, но более усовершенствованные. Современные? Да, современные. То есть там можно под разными планами запиливать. На выполнение каждого этапа с команды «Старт» у участников было ограниченное время. На площадках не разрешали появляться никому, кроме экспертов и участников. Спустя 20 часов напряженной работы у конкурсантов площадки «Электромонтаж» должен получиться вот такой готовый стенд. По сути, это макет умного дома. Здесь есть система управления освещением, его яркостью, и есть даже управление электроворотами. Задача не просто сборка модели. Монтаж должен быть эстетичным. Эксперты приоткрыли завесу тайны. Задание специально составлено так, чтобы миссия была практически невыполнима. Стенд изначально был собран именно в готовом варианте в течение недели. Специалисту, имеющему достаточно большой опыт, требуется на это примерно столько же времени. Это с учетом того, что он будет знать, как программируются особенные элементы данной системы. Пока конкурсанты работают, засучив рукава, школьники знакомятся с профессиями. Попробовать себя в качестве водолаза, работника лесной отрасли или отведать шедевры молекулярной кухни могли все желающие. Зрелищную составляющую мастер-классом обеспечили на параде робототехники. Семен Суров и Арсений Репин – школьники из Северодвинска, хвастаются собственным изобретением. Робота-экстремала по имени Полярный Медведь парни собрали для Кубка робототехники, который пройдет в Москве через месяц. Изначально идея вот такого вот шасси, у которого мосты ходят независимо друг от друга, она появилась еще летом. А воплощение самой идеи пошло с начала этого Нового года. В компетенции электромонтаж победу одержал Константин Романюк из Котласа. Юноша напряженно готовился в своем родном техникуме и не зря. На региональном этапе молодой профессионал достойно представил свое учебное заведение. Самое сложное – это было монтирование счета управления, так как у нас было отсутствие схемы и нужно было все это по памяти. У нас был поиск неисправности и мне удалось найти 8 неисправностей из 10. Честь Архангельского финансово-промышленного колледжа отстояла Виктория Никонова. Молодой парикмахер, уже пережив момент триумфа, вернулась к плодам своего труда. Девушка, смущаясь, говорит, что труднее всего отдался манекенный Элвис, то есть классическая мужская стрижка и укладка. Но глаза боятся, а руки делают. Волнение, больше как-то неуверенности сначала, а потом начинаешь делать и появляется как-то уверенность, вера в себя. Из 25 претендентов, сражавшихся за региональный чемпионский титул, выбрали пятерых лучших. И наслаждаться победой им будет некогда. Победители региональных чемпионатов примут участие в отборочных соревнованиях, которые пройдут в семи субъектах Российской Федерации. Ну а если ребята, чего мы очень желаем, пройдут через жесткий отбор в рамках отборочных соревнований, значит они станут участниками финала национального чемпионата, который пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая. Идеология движения WorldSkills не предполагает призов, только медали и дипломы. Однако крупные чемпионаты своего рода смотрины, где солидные компании разбирают талантливых студентов профтеха. Поскольку высококвалифицированные кадры в рабочих специальностях тоже своего рода трудовая элита. Олеся Кокина, Александр Антонов, Денис Линчевский, Евгений Зыков. Семь дней в регионе.